Всем привет! Вы находитесь на канале Voice Show. 5 ноября 2018 года на канале Voice Show был выпущен ролик, посвященный армии Ивана Грозного, после чего в сторону автора полилось огромное количество негодования, будто бы автор отрицательно характеризовал Ивана Грозного. И на самом деле Иван IV был не такой уж и грозный. У автора канала сложилось впечатление, что у многих в головах сложился культ личности Ивана Грозного, и что они представляют его добрым героем легендарного фильма Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию, в связи с чем автором канала Voice Show было принято решение посвятить новый выпуск личности Ивана Грозного. Итак, начинаем. Иван IV Васильевич по прозвищу Грозный родился 25 августа 1530 года. Он запомнился завоеваниями новых земель, видением опричнины и нового судебника. Однако в историю он вошел как царь суровым, порой неадекватным нравом. Так все началось с того, что будучи трехлетним ребенком, он теряет отца, а в 8 лет – мать. В связи с чем он остается на попечении бояр, которые в течение детства его убьют, всячески унижают, вследствие чего он живет в постоянном страхе смерти. Видимо, это и сыграло ключевую роль в его дальнейшей жизни и формировании его как личности. Так, взойдя на царство, он отстраняет шуйских, производит перестановки во власти, окружая себя небольшим кругом доверенных лиц, состоявших из малознатных семей, которые никак не могли быть связаны с обидчиками царя. Так, под предлогом заговора, он изгоняет бояр, конфискует имущество, занимается казнью и пытками людей. На пытках, которые применяли при Иване Грозном, стоит остановиться. Одним из любимых видов казни царя было обшить медведно. Суть данной казни заключалась в том, что человека зашивали в медвежью шкуру, а затем заставляли бегать от собак, которые раздирали его насмерть. Такая участь настигла, согласно свидетельству псковского летописца, новгородского епископа Леонида. Также бывало, что на преступников и неугодных лиц натравливали медведей, которые раздирали жертву на радость царю и публике. А врача Елисея Бомбелия по приказу Ивана Грозного казнили путем выворота суставов рук, ног, затем избили проволочными плетьями, изрезали спину и в конце подожгли. Но не дали ему сгореть до конца, и полумертвого отвезли в тюрьму, где он и умер от полученных ран. Вообще, Иван Грозный был очень подозрительным, всех и всюду подозревал в изменах, и к лицам подозреваемых в измене применял одни из самых жестоких пыток. Так человека приковывали внутри котла с маслом, вином или водой и варили заживо. Также обвиненных в преступлении обливали крутым кипятком, а затем холодной водой, после чего кожа человека слезала с него, и он умирал. Иван Грозный был очень злопамятен, и не забывал обид, и никого не прощал. Так его двоюродный брат Владимир Андреевич замышлял заговор в марте 1553 года, когда монарх был, как считалось, смертельно болен. Затем Иван Грозный выздоровел, и спустя 16 лет после смерти царицы Марии, он обвинил своего двоюродного брата в отравлении и заставил выпить его яд. Странности в поведении Ивана Грозного начинают нарастать. Он посещает монастыри, делает огромные вклады за упокой людей, которые на тот момент были еще живы. Затем отрекается от власти в пользу своего старшего сына. Однако вскоре заявляет, что теперь будет править сам. В январе 1565 года царь учреждает опричнину, наделяя себя абсолютной властью. В течение 7 лет они убивают, терроризируют, разоряют людей, разрушают и разграбляют часть Руси. Пользуясь вседозволенностью и полной безнаказанностью. С помощью введения этого режима у Ивана Грозного появилась возможность уничтожить и посадить в тюрьму множество бояр. Затем царю доносят, мол, готовится заговор отряда высокопоставленных бояр во главе с Иваном Челядниным. Тогда царь приказывает Челяднину облачиться в царские одежды, сесть на княжеский престол. Устраивает спонтанную коронацию, в ходе которой, произнеся полную обвинений и грубой иронии речь, закалывает ненавистного боярина прямо на троне. Затем были казнены его сторонники. За несколько часов в одной Москве были уничтожены десятки людей. Террор продолжается. В отчетах о причниках в числе убитых только за июнь 1568 года названы почти 400 человек из высших аристократических кругов. Против Ивана Грозного выступает глава церкви митрополит Филипп, который отказывается благословить государя, ввести службу в его честь и требует восстановить адекватную систему управления. В ответ царь отстраняет митрополита. Спустя какое-то время Филипп был убит. Предположительно путем удушения. И предположительно главным опричником Малютой Скуратовым. В декабре 1569 года Иван Грозный, обвинив Новгород в заговоре против него и желании города перейти польскому королю Сигизмунду 2 августу, в сопровождении войска опричного, учинил самый настоящий погром в городе. Еще по пути в Великий Новгород опричники устроили массовые убийства и грабежи. В Твери, Клину, Торжке и других встречных городах. Только документально подтверждено 1505 убитых человек. Затем опричники вошли в Новгород. Стали насиловать и убивать людей. Точное количество жертв неизвестно. Летописи сообщали, что вода в реке Волхов еще несколько дней была окрашена кровью, а трупы гнили прямо под открытым небом, потому что убирать их было некому. По мнению некоторых ученых, количество жертв было от 4 до 5 тысяч человек. Так считает Скрыников. До 10-15 тысяч человек считает Кобрин. В предыдущем видео многие писали, мол, это все ложь и дезинформация от внешних врагов. Однако данные события описывают синодик опальных и новгородская летопись. Также известно, что следующим городом должен был быть Псков. Однако погром не состоялся, ввиду того, что настроение Грозного резко изменилось. Стоит упомянуть и об убийстве Ивана Грозного своего сына. Так, поссорившись с ним из-за литовской войны или из-за побоев, нанесенных его беременной невестке, он в приступе ярости бьет царевича своим посохом по голове и по ключам. После чего от удара в висок его 27-летний сын умирает, а Иван Грозный становится детоубийцей и убийцей наследника русского престола. Ради справедливости стоит сказать, что есть и другие версии смерти его сына. О личности Ивана Грозного можно говорить много. Он крайне противоречив и совершил очень много жестоких поступков, о которых в одном выпуске и не рассказать. По сути, все его действия были направлены на укрепление самодержавия, закрепление страны во внешней политике, завоевание территории и укрепление границ. Для простого же народа была выбрана политика террора. Иван Грозный – это не герой добрых фильмов и доброй истории. Это историческая личность, которую можно обсуждать и осуждать. И говорить о нем нужно не с позиции позитива, а с позиции объективной оценки его действий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова